Великолепный век Привет, мои пусечки Сегодня собрала вас здесь, чтобы рассказать вам свой опыт переезда в Турцию Я думаю, не стоит объяснять, почему эта тема сейчас очень актуальна Так как мы все знаем о сложившейся ситуации в мире и в нашей стране в частности Этим роликом я хочу вас как-то ободрить и поддержать И поделиться своим опытом, который, возможно, поможет вам успокоиться и не переживать Если вы вдруг боитесь переезжать или вы уже переехали и находитесь в такой ситуации Что вы не знаете, что делать, что будет дальше И что вроде бы там у вас было спокойное, обычное, нормальное Полное определенного будущего жизни А сейчас вдруг у вас все ушло из-под ног Вы в новой стране, вас окружают совершенно незнакомые люди Если вам страшно, господи Посмотрите этот ролик Погнали! Я накидала тут себе основные вопросы, на которые мне бы было интересно ответить Вот, а вам интересно узнать мои ответы, я думаю Нет Все, ладно, пока Скажу откровенно, сознательную часть своей жизни я рассчитывала на то, что я буду учиться и продолжать свое там высшее образование за границей Да и, в принципе, меня всегда привлекло Европа, Америка, you know Вот так, чтобы как-то основательно готовиться к поступлению или основательно думать о переезде А не просто мечтать, там, перед сном, когда вот эти вот все мысли у тебя крутятся в голове И ты такой, New York, yes Никогда такое не думала Думала, сейчас закончу школу, спокойненько пойду в универ, спокойненько его закончу И там уже что-нибудь как-нибудь сложится Под конец выйду замуж за испанца Конечно, так же бывает, на улице же только одни испанцы и валяются Так что на этот вопрос я могу ответить только да Да, думала, что буду жить не в России, а где-то за границей Но это не уходило дальше доски желаний с Эйфелевой башней или, не знаю, там, островом в Греции Вместе с Кен я уехала из страны Я еще несовершеннолетняя, соответственно, я и не могу жить одна Я переехала вместе со своей семьей и живем здесь все вместе Что тебе было сложнее всего оставить в России? Довольно грустный вопрос Потому что, конечно, сложнее всего было оставлять друзей, близких людей Конечно, я не думала ни о книгах, ни о доме, ни о комнате Я думала только о том, что я оставляю здесь своих родных и своих близких Когда у меня накатывает волна ностальгии на меня Я плачу в подушку, особенно ночью, когда мозг ничем не занят И он думает, так, давай-ка мы вспомним, как вот ты два года назад ночевала у своей подруги И как пошло-поехало, вы знаете, вот все, это слезы, вот это вот, сопли, вот это вот все Я очень сильно скучаю по моим родным, по моим родственникам Я безумно их люблю И надеюсь, что когда все уляжется, успокоится, устаканится, мы вновь увидим друг друга Конечно, увидим, господи, что я как-то говорю, как будто бы... Увидим, увидим, обязательно всех увидим Как жители Турции реагируют на русских эмигрантов? Никак Да, сейчас все такие, что? Как? Но это правда То есть турки вообще не обращают на тебя внимания Да-да, для меня и как для сейчас, сейчас для вас это был шок То есть я думала, что я сейчас приеду в Турцию И мне правда будет говорить Из России? I'm sorry, вы не можете есть у нас в кафе Нет, ничего такого нет Турки потрясающий народ Я не знаю, я правда не знаю сложившейся ситуации в других странах Но в Турции никто никогда мне такого не говорил Ну, любезно интересуется Откуда вы? Ты говоришь там Руселуем То есть тебя могут спросить Это значит откуда ты? Ты говоришь Руселуем Я из России Спокойно Абсолютно обычная реакция Как на любого иностранца Как хорошо, как классно И все, спокойно, абсолютно И я ни разу не слышала в свой адрес чего-то плохого Хотя я говорю, жила и в центре города прямо И жила и в других районах Подальше от центра Нигде никто не задает вопросов Нигде никто не тыкает тебя пальцем И тем более оскорбляет Вообще здесь такого нет Да и вообще турки очень доброжелательный Гостеприимный народ Так что вам нечего бояться Так, следующий вопрос Как прошли первые дни в Стамбуле? Мои первые дни в Стамбуле прошли потрясающе Я летела сюда одна Вот и когда прилетела, конечно, я была полна впечатлений Потому что это был мой первый полет в одиночку Плюс это, плюс новое место, новая страна Я просто была в восторге Стамбула Я просто влюбилась в этот город Еще при условии, что я обожаю великолепный век Да, все, все бабушки, все бабули Все любимые мои бабулечки Можете подписаться на меня Потому что я правда обожаю великолепный век Я считаю, что это произведение искусства И когда я смотрела все серии со своей бабушкой на домашнем Я просто, ну, влюбилась в этот сериал Поэтому, когда я приехала в Стамбу Когда меня отправили в дворец Топкапы Ну, я там чуть с ума не слышала Ну, вот тут вот ходила Хюрем А вот тут вот писала Валиде Я просто, ну, вы понимаете Я не знаю, понимаете меня или нет Мне кажется, потому что это не такой же популярный сериал Среди моего возраста Но, ну, в общем, это просто в экстазе я была Тут говорить не о чем И плюс первые дни в Стамбуле я жила прямо в центре Потому что мы сделали себе такую программку По главным достопримечательностям И я обошла Галатскую башню Топкапы Все главные мечети Я обожаю Стамбул И я влюбилась в него с первых дней Ну, собственно, на какие-то такие Совсем базовые основные вопросы Я думаю, я сегодня ответила Если вдруг вам еще интересна эта тема То пишите все свои вопросики мне в комментарии Я обязательно все прочитаю И отвечу на них во второй части ролика И надеюсь, я вам хоть как-то помогла Ну, а на этом все Я вас люблю И целую в лобик Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok